Что представляет собой российский парламент сегодня? Какие законы принимают и чьи интересы защищают депутаты? Об этом в нашей программе стоит задуматься. В студии Регина Лисаченко. Здравствуйте! Это первая программа в осеннем сезоне. И сегодня в выпуске. С поправкой на коронавирус в Госдуме стартовал новый политический сезон. Список приоритетных законов, которые предстоит принять осенью, уже составлен. Граждане от этого ничего не получат. Госдума поддержала идею правительства отдать владельцам НПЗ более 250 миллиардов рублей. Не надо это все упрощать. Единороссы отказались поддержать закон о бесплатной газификации домов россиян. 15 сентября в Госдуме стартовал новый политический сезон. Надежда на то, что ситуация с коронавирусом за лето разрешится, не оправдалась. Ограничения, введенные еще в марте, остались в силе. Масочный режим, санитайзеры, проверка температуры, сдача тестов, удаленка для части сотрудников аппарата и помощников депутатов. Для журналистов проход тоже жестко ограничили. Все ранее запланированные парламентские слушания отменили. Кроме того, пленарные заседания будут проходить в ускоренном режиме по три минуты на представление закона. Так что стоит привыкать, что важные для граждан решения будут сваливаться буквально как снег на голову. Тем временем Госдуме предстоит утвердить новый бюджет на ближайшую трехлетку, принять около ста законов для реализации обновленной конституции. На охотном ряду также ждут законов о госсовете, правительстве и расширении полномочий полицейских. Это последний год работы на охотном ряду для нынешнего состава Нижней палаты. Так что депутатам придется трудиться с оглядкой на имидж. Надо стать более привлекательными в глазах избирателей. Первым таким серьезным испытанием будет принятие бюджета на следующий год. Уже известно, что правительство намерено почти на триллион урезать расходы по сравнению с 2020 годом. Что предлагает Силуанов? Он предлагает урезать здравоохранение на 253 миллиарда за эти годы в вымирающей стране. Предлагает оставить образование и науку без денег, без чего мы никогда никуда не вылезем. Какие новые технологии можно осваивать, если дальше продолжать урезать то, что в первую очередь должно быть профинансировано. Между тем, население продолжает нищать. Только за второй квартал количество россиян, живущих за чертой бедности, выросло на 1 миллион 300 тысяч человек. А всего в крайней нужде сегодня прибывает около 20 миллионов граждан. Я хочу, чтобы руководство «Единой России» и вы прислушались, с какими результатами мы подошли к этой сессии. За 10 лет темпы роста около 1%. За второй квартал минус 9%. Что касается безработицы, увеличилось в пять раз. Средний доход на человека 17 тысяч. Нищее существование. По мнению коммунистов, вместо того, чтобы урезать нищенский бюджет, надо наконец распечатать кубышки. У нас большие ресурсы с вами. 13 триллионов фонд благосостояний. 600 миллиардов долларов. Первые такие золотовалютные резервы. 44 триллиона. Два бюджета лежат мертвым грузом, вместо того, чтобы вкладывать в инфраструктуру. Всю ответственность за происходящее в стране лидер коммунистов возложил на правящую партию. Я недавно услышал формулировку Медведева любопытную, что мы правящие партии за все отвечаем. Тогда давайте отвечать. А у нас полстраны живет на 7 долларов. Это ниже африканской жизни в сутки. В «Единой России» тут же поспешили опровергнуть обвинения коммунистов. Наши оппоненты любят упрекнуть нас в том, что, мол, каждый раз вы обещаете новые школы, детсады, ФАПы, оборудование для больниц, поликлиник, ремонты объектов социальной инфраструктуры, ремонты придомовых территорий, дорог. Да, обещали и делаем. Господина Неверова почему-то не смущает, что в результате так называемой оптимизации, которую с помощью депутатов-единороссов запустило правительство, в России за 20 лет закрылось 25 тысяч школ. Из них 20 тысяч на селе. То есть каждый день исчезало по 4 учебных заведения. Вот и следующий посыл видного единоросса имеет явно популистский оттенок. Следующая тема – это повышение доходов работников бюджетных организаций в социальной сфере. Мы придерживаемся мнения, что постоянная составляющая в заработной плате работников данной категории должна быть на уровне 70%, а стимулирующая часть, соответственно, 30%. А теперь внимание! Фонд оплаты труда не менялся с 2013 года. Судя по заявлению господина Неверова, речь об его увеличении не идет. Так что же предлагают единороссы? Да просто поменять местами слагаемые. Ведь, как известно, сумма от рокировки не меняется. С заботой о гражданах продиктовано и следующее предложение от «Единой России». Один из таких приоритетов – это принятие закона, гарантирующего защиту минимального дохода граждан. Решение, которое позволит гражданам сохранить прожиточный минимум даже при наличии долгов. Не должно возникать ситуации, при котором человек, члены его семьи остаются без средств к существованию. Браво! Нужный закон, если учесть, что в кредитах увязло более 70% российских семей. Ведь действительно, не пускать же людей по миру. А на 12 тысяч можно как-то выжить. Кстати, 1 января 2021 года заканчивается срок действия нынешнего закона о потребительской корзине. Именно она в денежном выражении равна прожиточному минимуму. Проект нового закона правительство до сих пор не представило. Мы настаиваем на том, чтобы прожиточный минимум был 25 тысяч, а не 12 копейками. Без этого не выжить в стране. А вот в «Единой России» об обещании пересмотреть закон о потребительской корзине, кажется, уже забыли. Скорее всего, правящая партия, сославшись на кризис, продлит действия нынешних правил, которые гарантируют нищенское существование. Осенняя парламентская сессия в Госдуме открылась не только в непростых условиях пандемии коронавируса, но и на фоне непрекращающихся слухов о возможном досрочном распуске. Маслова огонька, говорят, в таких случаях подлила председатель ЦИК Элла Панфилова. В одном из интервью она заявила, что с неудобного сентября единый день голосования можно перенести на апрель. Руководители всех четырех парламентских фракций намерены обсудить тему предстоящих выборов в Госдуму на ближайшей встрече с президентом. Тем временем политические партии уже смогли оценить все в кавычках преимущества трехдневного голосования. Сентябрьская региональная кампания стала генеральной репетицией перед выборами в Госдуму 2021 года. По мнению думской оппозиции, действия превратили в грязный винегрет. Мы считаем, что махинации на выборах достигли предела. Или мы приведем все в норму в соответствии с законом. Или мы неизбежно придем к политическому дефолту и к борьбе на улице. Потому что если нет возможности исправить бюллетенем, в руках остается один способ. Его история знает. Или булыжник, или винтовка. Мы против. Мы за мирное решение проблемы. По оценкам экспертов, за последние годы парламентская оппозиция смогла собрать вокруг себя около 75 процентов протестного электората. Вот этот монолит и пытаются сегодня раздробить партиями спойлерами. Когда разрушаются партии, которые функционируют в Думе, когда вместо этой администрации президента плодить живопырки, за которыми нет ни шленской базы, ни идеи, ничего. Все это превращается в грязный винегрет, замешанный на криминале, воровстве и унижении граждан. При этом лидер левых заявил, что сегодня учителя, который должен быть главным в стране, превратили в того, кто ворует голоса на выборах и разлагает общество. Народ не хочет идти на грязные выборы и не пойдет. Но он все больше смотрит из-под лобья на этот курс, эту политику. А мастодонт, либерал демократии в России Владимир Жириновский, выступая с Думской трибуны, и вовсе заподозрил главу ЦИК в некомпетентности. Панфилова, выборы прошли, очень спокойно прошли. Даже не понимает, что если выборы прошли спокойно, значит народ вас презирает. Он даже не хочет идти на ваши выборы. Она объявляет, какой успех. Такого не было никогда. Большой ошибкой назвал трехдневное голосование и лидер эсеров Сергей Миронов. Делать трехдневное голосование всегда, в дальнейшем, кажется, это большая ошибка, потому что будут претензии, будут сомнения в легитимности избранных и депутатов, и губернаторов. Зато новая многодневная система голосования придала уверенности партии власти. Хотя в первый день работы осенней сессии в «Единой России» благоразумно решили не раздувать пожар дискуссии. Да, выборы для кого-то успешные, для кого-то менее успешные. Кто-то выиграл, кто-то проиграл. У нас с вами год работы. Вот давайте за этот год сделаем так, чтобы в следующей Государственной Думе были все сегодняшние парламентские партии. Но результат должен быть на основе конкурентной борьбы. Тем не менее, думская оппозиция намерена законодательно вернуть прежнюю однодневную систему голосования, квоту 50% на партийные списки в региональных парламентах и отменить муниципальный фильтр. К нами будет внесен законопроект, который отменяет, и он уже поддержан практически всеми фракциями, во всяком случае предварительно оппозиционными фракциями Государственной Думы, отменяет вот эту трехдневку, вот этот бестолковый марафон. Другой вопрос. Насколько власть усвоила уроки Хабаровска и Белоруссии? И что примечательно, 22 сентября вопрос о переносе дня голосования собираются обсудить в Комитете Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству. По мнению экспертов, после этого станет ясно, насколько реальна перспектива досрочных выборов. Деньги есть, но не для всех. На пленарном заседании в среду 16 сентября Госдума одобрила в первом чтении правительственный законопроект о ведении обратного акциза на сжиженные углеводородные газы. В отличие от «Единой России», думская оппозиция отказалась поддерживать такие траты бюджетных средств, поскольку выгоду от этого новшества получат только бенефициары нефтеперерабатывающих заводов. Как говорится в пояснительной записке к документу, речь идет о сумме более 254 миллиардов рублей. Новый закон, как утверждают в правительстве, должен помочь развитию нефтегазохимического производства в стране. С 1 января 2022 года для производителей продукции нефтехимии из этана, из сжиженных углеводородных газов, вводится обратный акциз на этан и сжиженные углеводородные газы при выполнении ими одного из следующих условий. Это введение после 1 января 2022 года новых производственных мощностей по переработке этана, либо сжиженных углеводородных газов мощностью более 300 тысяч тонн в год, либо осуществление инвестиций в период с 1 января 2022 года по 31 января 2027 года в объеме не менее 65 миллиардов рублей в новые производства продукции нефтехимии. Кроме того, предлагается ввести так называемый инвестиционный коэффициент, увеличивающий обратный акциз на нефтяное сырье. Чтобы получить льготу, нужно или вложить не менее 50 миллиардов в углубленную переработку нефти, либо отстегнуть не менее 30 миллиардов на нефтедобычу. Закон сложный. Естественно, мы смотрим на этот закон с точки зрения того, как он скажется на экономике. Как он скажется условно на цене бензина на заправке. К сожалению, это приходится делать самим, потому что в пояснительной записке у нас, как обычно в таких случаях бывает, на пиес просто приводится краткое изложение закона, вместо того, чтобы проанализировать, как он будет влиять на экономику. К сожалению, господин Макаров не поделился сделанными расчетами. Так что вопрос о цене бензина так и остался непроясненным. Зато, несмотря на список замечаний на девяти страницах, депутат предложил все-таки поддержать правительственный законопроект. Закон, безусловно, бюджетно образующий, поэтому времени крайне мало. В переложении с языка чиновника это означает, что несмотря на все замечания, закон должен пройти все три чтения до принятия бюджета. Однако у оппозиции инициатива правительства вызвала массу вопросов. Кто будет получать результаты, какие компании, потому что там объем инвестиций записан, который далеко не каждая компания себе позволить может. Проще говоря, СР попросил назвать бенефициаров данного законопроекта, то есть тех, кто за ним стоит. Суммарный размер выплаты с бюджета по результатам этого закона, сколько отрицательных акцизов в год примерно. Насколько снизится цена на бензин, потому что тут заявлено, что цена на бензин должна снизиться. Как выяснилось, в кабинете министров ответов на эти вопросы не знают. Объем трат бюджета на отрицательный акциз оценить это влияние на данный момент не представляется возможным, поскольку непонятно, опять-таки, какие НПЗ и в каком объеме заключат инвестиционные соглашения. Вот и получается, в очередной раз прогнулись под нефтяников. Кому-то все, а кому-то ничего. Мы опять создаем такие условия. В то же самое время реальное производство, обрабатывающую промышленность, включая машиностроение, они не будут иметь те самые возможности инвестировать, у них не будет стимулов. В конечном итоге мы никак не можем выйти из этого нефтяного плена. За критику коммунисту тут же прилетело от единороссов. Мол, речь не про снижение цен на бензин, а об экономике страны. В итоге думское большинство поддержало идею правительства. За законопроект в первом чтении проголосовало 303 депутата. Из хороших новостей правительство предложило отменить акцизы на спирт, который используется для производства дезинфицирующих средств. И кроме того, данным законопроектом предлагается исключить мазут из акцизных товаров. Есть надежда, что цены в отопительный сезон не окажутся неподъемными для населения. 16 сентября, имея абсолютное большинство мандатов в Госдуме, единороссы завернули в первом чтении законопроект оппозиции о бесплатном подключении к газу частных домов россиян. Традиционно, навесив на инициативу думского меньшинства ярлык «популизм», законопроект отправили в корзину как бесперспективный. Документ, разработанный еще 4 года назад, довольно простой. Подключение к газовой трубе частного жилого дома должно происходить за счет ресурсоснабжающей организации. 90% семей это не по карману. В комитете мы создали рабочую группу, но, к сожалению, мы искали причины отказать и найти аргументы. А аргументы, по большому счету, из всех заключений одни, что ресурсоснабжающие организации потеряют в прибыли. Однако в «Единой России» заявили, что не надо все упрощать. Есть опасения, что с принятием закона вырастут тарифы на газ. Все затраты до последней копейки посчитаны. И если читать букву закона в случае принятия, эти затраты по подключению должны быть учтены в тарифах ГРО. А это автоматически приводит к увеличению стоимости газа для конечного потребителя. И по нашим оценкам, если это сделать, цена газа для конечного потребителя одномоментно поднимется на 10-15%. Тогда как же быть с поручением президента, чтобы люди не платили за подключение, не сдавались сторонники законопроекта, сроки поджимают? Срок исполнения 1 октября. Сегодня 16 сентября. Осталось ровно две недели. Я вижу только один вариант выполнить поручение президента. Это принять в первом чтении предложенный законопроект, а во втором доработать и устранить те замечания, которые у вас есть. Оказалось, СССР все неправильно понял. До 1 октября надо подать предложение. А проблема, по сути, в одном. Где найти деньги? И работа эта ведется, как удешеветь, облегчить создание этой сети из-за проводов, чтобы было экономически выгодно их строить. Плюс льготы по налогам. Плюс институтная составляющая в виде надбавки для бизнеса, для промышленности. И вот он свет в конце туннеля. Барабанная дробь. До этого мы занимались в эфире кассе 1% в год. Будем заниматься 1,3% в год. В итоге Единоросс предложил не искать простых решений и не заниматься банальным популизмом. Законопроект «Единая Россия» отклонила. На сегодня все. Это была программа «Стоит задуматься» и я, ее ведущая, Регина Лисаченко. Смотрите нас через неделю. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин